здравствуйте уважаемые слушатели вас как всегда приветствует канал эзотерика для тебя друзья и сегодня мы уделим в этом видео внимание именно рунах и так друзья перечень правил в рунах руны не связаны с фазами луны не к хотя некоторые считают что нужно учитывать и фазы и дни недели для раб для работы с рунами для получения наилучшего эффекта их можно наносить в любое время дня месяца и года также существуют ставы которые следует наносить в определенное время дня месяца или года и к ним друзья а быть обычно дается инструкция и по-другому никак поэтому когда перед вами дают какой-то вам став кто знает руны и вам дает как талисман как оберег вы должны поинтересоваться и четко знать как это нужно сделать то есть от начала до конца руны не связаны с другими эгрегорами но не конфликтуют с ними исключение составляет руны и северная традиция они тесно связаны но и прекрасно работают по отдельности руны можно носить на любой материал будь то бумага дерево кожа стекло и что либо угодно руны друзья можно носить любым цветом который именно вам нравится если сегодня вы вам потянула рука наносить именно красным фломастером карандашом ручкой пожалуйста завтра синим пожалуйста синим все зависит от вашей души тоже то что вы вот почувствовали в данный момент руны можно наносить чем угодно это может быть уголь слюна слезы младенством абсолютно неважно какой материал в качестве чернил вы используете руны можно наносить без линейки транспортира и циркуля у скандинантов помните не было ни циркуля не линейки и они наносили от руки помните об этом чтобы руны работали нужно соблюсти определенный алгоритм нанести оговорить активировать отпустить что значит она нанести то значит вы берете ручку фломастер карандаш и наносите далее вы должны это оговорить это значит дать задачу рунам русло в котором они будут работать потому что если вы просто их нанесете то это знаете просто рисунок далее на активировать это значит нажать на кнопку чтобы вентилятор принялся крутиться и руны начали работать и отпустить это значит убрать руки от лопасти вентилятора чтобы не мешать ему чтобы процесс уже действовал далее руны любят точность оговор должен быть емким точным и по возможности кратким если хотите коль и колья которую видели утром так и говорите избегая размытых формулировок и иносказаний если только вы не составляете вису руны можно оговаривать с помощью висы виса подразумевает определенный размер наличие иносказаний и свой ритм стихотворения не являются висами пусть даже и будут они и красочные активировать руны можно многими методами но наиболее простые таковые дыханием четырьмя стихиями силой какого-либо бога дыханием активируем все что во благо прочими методами все что во вред и во благо активировав раз силой богов больше обновлять не нужно будет работать активировав стихиями следует обновлять когда нужно обновлять выясните диагностикой отпускаю руны просто забываем о существовании става если вы владеете своим разумом достаточной степени то мы просто переносим работу става из приоритетных задач и процессов фоновые вы знаете что руны ведут работу но вы не думаете об этом постоянно как о чашке что стоит стоит у вас на кухне руны принято деактивировать как только они выполнили свою задачу у вас не должна лежать стопка листков с формулами наподобие утренней прессы деактивировать руны можно многими методами но вот самые простые простые это сожжением закапыванием смыванием или оговором сожжением деактивируем бумажные и древесные носители сжигаем с благодарностью пепел по ветру отправляем смываем деактивируем руны нанесенные на тело смываем также с благодарностью помните об этом оговором деактивируем так начальном оговоре даем дату окончания работы става в эту дату он завершает свою работу после этого сами руны должны свести любым из перечисленных методом но можно не сразу если вы оставили руны после отработанного результата не деактивированными но и работают в обратную сторону наподобие маятника энергетик жрет силу формула на богатство отводит от вас источники дохода оговор каждый составляет под себя сам не годятся шаблоны оговора оговор или вису можно читать с листка с компьютера с телефона откуда угодно руны работают путем наибольшего сопротивления и идут на пролом чтобы этого избежать путь задается за оговором в противном случае от формулы направлены на защиту вы получите сломанную ногу ногу в переходе зато не попадетесь на глаза сотрудницы скандалистки из-за которой вам могли дать выговор оговаривайте пожалуйста грамотно наносить одновременно на один носитель лучше не более четырех формул больше будет просто перебор друзья вот мы сами сегодня поговорили о перечне правил работы с рунами друзья с вами был канал эзотерика для тебя мы с вами прощаемся и у нас еще будет серия видео касательно рун потому что мы так понимаем что все равно есть какие-то моменты вам будут они они непонятны и не ясно поэтому мы ждем ваши вопросы под этим видео под этим видео в комментариях мы с вами прощаемся друзья и уже услышимся в следующих эфирах пока пока